Ежедневные сводки по коронавирусу в Карелии намекают. В республике, как, впрочем, и во всех регионах страны начинается вторая волна пандемии. Так, на утро 9 октября в нашем регионе 77 новых случаев инфицирования. Именно инфицирование теперь сводки стали более подробными. Связано это с тем, что не все люди с положительным тестом на ковид имеют симптомы заболевания. В целом ситуация в регионе не самая плохая, заявил Артур Парфенчиков. Почти 40 процентов ковидных коек в Карелии свободны, тяжелых больных не очень много, в основном переносят болезнь в средней тяжести. Это заслуга в первую очередь соблюдения жителями республики масочного режима и других ограничительных мер. Те, кто предписания не соблюдают, болеют даже семьями. Ко второй волне наши медики готовы. В инфекционной больнице в ближайшее время заработает компьютерный томограф. Это облегчит работу медикам и упростит маршрутизацию пациентов. Поставлен томограф и в госпиталь для ветеранов войн, и в противотуберкулезный диспансер. Тестов на ковид делается ежесуточно больше, чем положено по нормативу. Есть возможность госпитализировать большее количество больных со средней тяжестью заболевания. Есть в Карелии и крайне тяжелые случаи. Чаще всего это пациенты 50 плюс с ворохом хронических заболеваний. И те, кто поздно обратился за помощью, недооценивая свое состояние. Масочный режим – это самое основное, что сейчас нам нужно. И действительно, правильное ношение маски снижает вирусную нагрузку. И вот все, так скажем, тяжелые формы, или легкие, или тяжелые формы, также зависят от того, какая доза инфекции поступит в организм человека. 70% инфицированных коронавирусом приходится на Петрозаводск. В районах стало меньше. Но в целом ситуация зависит от ответственности каждого человека, от того, как он ведет себя в транспорте или в магазине. У нас никаких сегодня нет планов с 10 числа, с 12, с 15, с 18, с 20. Планов вот каких-то жестких ограничений нет. Но, естественно, мы понимаем, что ограничения не наступят, если мы будем все больше и больше, с учетом того, что все-таки осень, впереди ноябрь-декабрь, мы должны все более ответственно и ответственно соблюдать те меры, о которых мы с вами постоянно говорим. И, наверное, сегодня без этого не обойдемся. Возобновились проверки торговых точек, общепита. Нарушений стало меньше, но они есть. К маскам граждане и предприниматели привыкли. С перчатками, защитными экранами ситуация хуже. Глава республики напомнил, что власти лишат мер экономической поддержки тех бизнесменов, которые будут уличены в нарушении противоэпидемических правил. Необходимо также ужесточить контроль за соблюдением ограничительных мер в общественном транспорте. Петрозаводчане жалуются, в маршрутках 25 и 19 отсутствуют терминалы бесконтактной оплаты. Учитывая, что данное требование в 122 распоряжении появилось 1 октября, вот эта работа по контролю именно по исполнению этого требования, она только началась. Безусловно, вот те маршруты, которые названы, они будут буквально завтра проверки, по ним проведены. Соответствующие меры административной ответственности предприняты в отношении этих перевозчиков. Еще один волнующий вопрос – оказание плановой медицинской помощи пациентам республиканской больницы и вспышка ковида в учреждении. Министр здравоохранения Михаил Охлопков заверил, пока вспышки нет. Плановая помощь не остановилась.